Всем привет! Сегодня я хочу оставить очередной видеоотзыв о лекарственном препарате Кадиллак Нео. Предупреждаю, как всегда, перед применением лекарственных средств обязательно консультируйтесь с врачом. Во время лечения вирусной инфекции были прописаны мне следующие лекарства. Среди них был прописан мне Кадиллак Нео. Прежде чем бежать и покупать, я ознакомилась с инструкцией в интернете и почитала отзывы. Конечно, кому-то данный препарат помогал, а кому-то нет. Но меня реально душил кашель, и я кашляла через каждые 15-30 минут. Кашель был у меня сухим, и на момент осмотра врача вообще никакой мокроты не выходило. Родные люди сходили и купили данные лекарства мне. Его цена в нашем регионе составила 285 рублей за упаковку. Я, конечно, считаю, что это просто ужас, так как одна упаковка стоит просто для лечения какого-то кашля. Это, конечно, огромные денежные средства. Так, сразу же говорю, что вот данное лекарство написано, да, сухой кашель, соответственно, против сухого кашля. Он является противокашливым препаратом центрального действия и должен подавлять кашель. Вот сейчас я вам покажу, где об этом конкретно говорится. Вот даже я подчеркнула. Видите, да, Кадиллак Нео является противокашливым средством центрального действия. И он должен подавлять кашель. В упаковке идет 10 таблеток. Таблетки, значит, можно применять только после 18 лет. Начиная с 18 лет. Вот идут такие кругленькие белые таблетки. На вкус они сладкие. Данные лекарства имеют противопоказания. Это вот повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность первый триместр, период грудного вскармливания, непереносимость лактозы, дефицит лактозы, глюкоза, галактозная маль, абсорбция. Ну, в общем, это еще нужно выговорить. Ладно, переходим к моему дальше отзыву. Так как это должно быть по теории, что сухой кашель должен пройти, но на практике оказалось, что он совсем мне не помог. Одним словом, эффекта я вообще от него никакого не получила. Для лечения я должна была пропивать по одной таблетке 3 раза в день. Об этом вот говорится. Способ применения по одной таблетке каждые 8-12 часов. Но мне врач прописал пить 3 раза в день. Значит, на протяжении 5-7 дней. Но 7 дней я не стала пропивать, так как в течение 5 дней кашель вообще у меня не уменьшился. За 5 дней пришлось мне пропить 15 таблеток. В упаковке, как я говорила, 10 таблеток. Стоимость одной упаковки стоит 285 рублей. Соответственно, мне пришлось приобретать 2 упаковки. Вот, и пропить 15 таблеток. Соответственно, было потрачено около 600 рублей, ближе к 600 рублям. В общем, дорого очень, а в моем случае эффекта абсолютно ноль. Как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Буду дальше писать, записывать вам видеоотзывы о том или ином лекарстве. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...